Какой чудесный день! Какой чудесный пень! Какой чудесный я и песенка моя! На-на-на-на-на! Дорогой! Что, дорогая? Слушай, а как насчёт того, чтобы я испекла шарлотку? Что? Шарлотку? А ты в курсе, что завтра у нашей дочери день рождения? Да, я в курсе. Я как раз принесла деньги. Так вот, давай сейчас съездим в магазин. Ну, точнее, не съездим, сходим, он недалеко. Пока наша дочь в школе, Тёма, тоже пошёл на футбол на свой. И пока никого нет, в общем, сходим. Малыши наши спокойно играют. Ну, ладно, хорошо. А что Мария просила? А ты уже забыла? Она просила гигантский пупит. И у тебя как раз две тысячи. Мы можем его купить. Он как раз две тысячи и стоит. А-а-а, точно, вспомнила. Ну, хорошо. Давай. Давай, только времени мало. Магазин может закрыться. С чего это он вдруг закроется? Ну, скоро вечер. Так, дорогой, хватит глупостей говорить. Сейчас я соберусь и пойдём. Хорошо. Я тебя жду на нижнем этаже. Ой, дорогой, дорогой. Везде ему надо побыстрее. Эх, ну где же, дорогая? Целых уже полчаса её жду. Не говори глупости, дорогой. Всего лишь три минуты ждёшь. Сейчас уже приду. Ой, хорошо. Так, ну всё. Мне это совсем надоело. Я иду в комнату и разбираюсь. Так. Деньги пока положу вот сюда. Сейчас быстро схожу в туалет и потом к дорогому. Дорогая, ну сколько можно тебя ждать? Пойдём уже, быстрей. Пойдём, пойдём. Дорогой. Нет, нет, и ещё раз нет. Пошли. Нет, нет, не пихай меня. Подожди. Всё, без разговоров. Мамочки. Мамочки. Ой. Ну что? Пока, Калли. Прощай, Мария. Ещё раз с наступающим тебя. Спасибо, Калли. Мне очень приятно. Ну что, мне пора домой. Уже, наверное, моим братикам и сестричкам не терпится. А тётёма сейчас на футболе. У меня только младший брат и три сестры дома. А, ну хорошо. Иди давай быстрее. А то опоздаешь. Тебе, наверное, за ними следить надо. Да они дети самостоятельные. Ну всё равно иди. Ну хорошо, хорошо. Ещё раз прощай, Мария. Эх, прощай, подруженька. Ладно, я пошла домой. Быстрее, быстрее. Ой, ладно. Бегу-бегу. Ой, Мария, привет. Привет, мамочка. Привет, папа. А вы куда? Мы в магазин. Тебе за подарком. Пожалуйста, присмотри за малышами. Хорошо, мам. Не волнуйтесь. Всё будет просто замечательно. Мы тоже верим, дочка, что у тебя будет всё хорошо. Ну ладно, давай. Пока. Угу, пока. Эх, ну вот, ушли. Ладно, я пошла. Всем привет. Эй, я говорю, привет. Ух ты, купюра. Сколько там? А, две тысячи рублей. Ой, а может это мне мама приготовила? Потому что этих денег очень, очень много. Ну, для меня, по крайней мере. Мама мне часто деньги даёт. Ой, наверное, это мне. Пойду схожу в магазин. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Здорово. У меня есть деньги. Стой, сестрёнка. Я не ослышалась. У тебя есть деньги? Да, у меня есть деньги. Но тебе я их точно не дам. Это ещё почему? Да потому что я хочу их потратить на себя. Потому что это деньги мои. Ах, вот ты как. Сзади на. Мм, я на тебя обиделась. Всё маме ласкажу. Ну и ласказывай, как ты говоришь. Хе-хе. Никто тебе не поверит. Ну вот, я уже на улице. Пойду в магазин. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Тем временем в магазине. О, ну наконец-то нашли. Вот он. Попит. И стоит две тысячи. Я, кажется, не ошибся. Ой, дорогой. Только у нас есть небольшая проблема. Какая? Я деньги дома забыла. Эти две тысячи, которые сегодня с утра специально на подарок Марии отложила. Что? И как мы теперь купим Попит? Если у нас денег нету. День рождения Марии уже завтра. Мы её будем с утра поздравляться. Ты? Дорогой, ну извини меня уж старую. Я совсем уже с этими делами. Ну попробуй родить целую кучу детей, делать дела по дому и за всеми за ними ухаживать, в то время как кто-то пялится в телевизор. А я что? Я ничего. Эх, ладно. Пойдём домой. Возьмём две тысячи и снова в магазин. Эх, пойдём. Эх, идти так долго. Я, наверное, пойду короткой дорогой в магазин. Эх, они так, как мои родители, постоянно длинной ходят. Мария пошла короткой дорогой, а родители, как обычно, длинной. И поэтому они не встретились. Ля-ля-ля-ля-ля. Ох, какой гигантский Попит. И деньги у меня как раз есть. Я о таком мечтал. Я его себе, наверное, сейчас куплю. Ля-ля-ля-ля-ля. Ах, сколько тут всего. Ах, и Попит, который я давно хотела. О, так я его себе прямо сейчас могу купить на эти деньги. И зачем мне тогда на день рождения его просить? Я тогда сама себе всё куплю, а у мамы что-то другое попрошу завтра. Попит. Ура, мой. Что? Феликс, ну-ка верни. Я его хотела купить. Ха, подумаешь, я его первый взял. Так что всё, иди ищи себе другой. Но, но, я о таком мечтала. Ничего не знаю. Иди ищи другой, я его первый взял. Феликс, а ты помнишь, нам сегодня рассказывали, что девочкам надо уступать? И что, подумаешь? Ах, так. Ну и пожалуйста, мне мама с папой купят Попит на день рождения. Иди, неси довольный. Что? Я-то думал её подразнить опять. Ну и ладно. Вот и пойду, Би-би-би. Хе-хе-хе. Хе-хе. Эх, я посмотрю лучше себе тогда что-то другое. Так, что тут у нас есть? Мишка. Мишка за 500 рублей. Мишка за 500 рублей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Так. Ну, наверное, я себе мало чего-то купила. Возьму-ка себе вот эту красивую сумочку с кошачьей лапкой. Какая же она милая. Так. Ну, 1300. Я ещё могу себе что-то купить. Так. Куплю себе сок. Я так хочу пить. Так, цена 200 рублей. Мне хватит. Ой. Итого 1500. И у нас остались тапки. Тоже за 500 рублей. Так. Так. 1500 плюс 500. Вроде бы это будет 2000. Да, 2000. Так это как раз ровно на ту сумму, которую я и брала с собой. Я куплю себе эти тапочки. У меня не останется денег. Ну и всё. Я смогу себе купить. И положить вот в эту тележку. Неужели я скупила весь магазин? Ничего себе. Ну, просто в этом магазине товаров мало. Ладно. Я пошла на кассу. Расплачусь и пойду домой. Ну вот. Я всё принесла. И положила на стол. Осталось похвастаться своими обновками маме. Она за меня очень обрадуется, когда узнает, какие полезные вещи я купила на её деньги. Она тогда обрадуется и будет ещё мне больше денег давать. Не две тысячи, а целых пять. Вот. Тем временем в магазине. Так, ничего не пойму. Эта девочка что? Я всё скупила всё, что тут есть. Так, придётся сегодня закрывать магазин пораньше. Всё. Ну вот, дорогая, мы с тобой наконец-то дошли до дома. Давай, бери быстрее деньги и пойдём. Мария, дочка. Что, мам? Мария, тут такое дело. Мы забыли деньги, когда шли в магазин. Они там вроде бы на столе у меня лежат. Принеси, пожалуйста. Что? В смысле что? Ээээ, ваши деньги? Ээээ, я не находила никаких денег. Сейчас проверим. О-о-о! Дорогой, иди быстрее сюда. Что случилось? О-о-о! Что, папа? Что, мама? Вам что, разве не нравятся мои покупки? Твои покупки? Эээ, ну да. Я ходила в магазин и купила себе. Вот, ты же мне оставляла две тысячи. О-о-о! Дочка, да как ты могла? Я ведь оставляла их не для тебя. Я оставляла, точнее, для тебя. Но, 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 но! Я хотела на них купить тебе пупит. Мама, пупитов все равно в магазине не было. Это во-первых. А во-вторых, я что-то не поняла. Ты мне отдала деньги, а сама решила на них купить мне что-то? Я тебе их не отдавала. Их просто забыла на столе. А я думала, ты мне их отдала. Получается, я потратила твои деньги без спроса. Ладно, дочка, не расстраивайся. Но только теперь ты останешься без подарка на день рождения. Ну, почему? Ну, потому что ты потратила деньги, которые выделялись тебе на твой подарок. Вот, это твой подарок. Эх, я-то думала, эх! Дочка, дочка, я тебе сказала, ты без подарка. Эх, ладно, мама, без подарка так без подарка. Ну, вот и хорошо. Ребята, вот такая история сегодня произошла. Если вам понравилось видео, то жмите лайк. Подпишитесь на наш канал Веселые Истории. Нажмите на колокольчик. И поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok